Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что это 16-й визит Майкла и 65-й визит Далси в Советский Союз России И это связано с тем, что одной из важнейших стороной деятельности института СЛН, международной деятельности является советско-российско-американские связи, широкомасштабные, неправительственные связи, то что называется citizen diplomacy или народная дипломатия И Далси на протяжении всех этих лет возглавляет эти связи, которые сейчас уже выделились институционально из института СЛН и образует независимый институт, который называется track tour То есть вот второй трет наших отношений, параллельный правительственным И вот в этом треке проведены десятки конференций и очень много выдающихся деятелей культуры России, Америки путешествовали в эти две страны из одной страны в другую И это существенным образом повлияло на советско-американские отношения, российско-американские и на климат здесь и во всем мире И эти проекты продолжаются на разных уровнях, на научном уровне, на культурном уровне Например, пен-клуб в немалой степени российский создан благодаря усилиям ДАЛСи и вот этого проекта Телемосты, да, в начале 80-х годов, да, которые так способствовали То есть это грандиозные инициативы, которые, что самое потрясающее, были сделаны не государственными чиновниками, а частными людьми Которые просто вот имеют видение, имеют мечту и способны ее осуществлять в любой ситуации, в любых условиях И можно только здесь вот вспомнить знаменитую силу одиночек, да, то есть людей, которые вот обладают видением, обладают энергией И вот как Архимед имеет точку опоры и делает потрясающее, претворяет жизнь в потрясающую инициативу, делает вот такого рода проекты Ну и институт СЛН является также партнером большого проекта Российской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии В 17-м Всемирном трансперсональном конгрессе, который состоится с 23 по 27 июня в Москве И Далси и Майкл будут там выступать, и я уверен, приедут еще несколько СЛНских знаменитых преподавателей А также много других пионеров и самых крупнейших исследователей из Калифорнии Ну, если обратно вернуться к Майклу Мерфи, нашему сегодняшнему докладчику и главному герою То, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на его, как бы, главный труд его жизни Я хочу мне продемонстрировать его Это книжка «The future of the body. Будущее тело. Дальнейшие пути эволюции человека» И примечательно, что эта книжка издана по рекомендации Института философии То есть вот этого места и этого ученого совета Института философии Академии наук И эта книжка, конечно, является вот такого рода трудом мастерским Магнус Опус, да, в котором проанализированы свыше 10 тысяч источников Говорящих об исключительных, экстраординарных способностях человека И, кстати, только сегодня я получил телефонный звонок от человека Который в 90-е годы был в специальной команде экстрасенсов ГРУ Работал там, так сказать, и он уже давно в отставке Но уникальные способности у него остались И он дарит желание познакомиться с Майклом И продемонстрировать свои способности на одной из встреч И, кстати, сегодня я получил телефонный звонок от человека И он сейчас 41, и он был в Майкл, и он был в Майкл, и он был в армии Института философии И вот в этой книжке Майкл проанализировал свыше 10 тысяч источников Таких внушающих доверий, серьезных источников Потому что, конечно, количество фактов необозримо И здесь мы можем найти полный отчет об экстраординарных способностях человека Ну, когда вот я редактировал эту книжку Конечно, очень много фантастических, привлекающих внимание фактов Но возьмем, кстати, вот, например, эффект плацебо Детально проанализирован в одной из глав И поразительно, что в большинстве случаев лечат не лекарства, а лечат действительно плацебо Приводится, например, достоверное исследование о том, как группе людей давались плацебо И давалось серьезное очень лекарство, которое предназначено для лечения аутоиммунных заболеваний И, скажем, да, и вот это лекарство, оно имеет достаточно серьезные последействия Побочные эффекты И вот 47% людей, которым давали плацебо Вернее, 50, извините, 53% людей, которые получили двойным слепым методом лекарства У них был положительный результат и побочные эффекты И среди тех людей, которые получили плацебо, 47% имело положительные результаты и побочные эффекты Так что из этих исследований к нас уже приходит на ум очень интересная идея О том, что вызывает, так сказать, что ответственно за действия лекарств Много других очень сведений, связанных с целительством, с экстремальными способностями Но что самое интересное, Майкл делает здесь очень глубокие выводы о дальнейшей эволюции человека Я думаю, он сам в своеводной слове к дискуссии остановится подробно на этом Ну, кроме будущего тела, у Майкла есть еще несколько научных книг Это исследования медитации Это книга, которая одновременно является самой полной в мире аннотированной библиографией по теме медитации Где дан обзор всех главных научных статей на эту тему исследований И показано, что медитация влияет на примерно 28 основных психофизиологических параметров Которые можно измерить в повторяемых исследованиях Но также очень глубокое исследование парапсихическая сторона спорта То есть, вот там говорится как раз о связи между спортивными рекордами И исследуются те переживания, которые бывают у спортсменов в экстремальных ситуациях спортивных состязаний По Майклу также успешный романист Его романы опубликованы на многих языках общим тиражом в несколько миллионов экземпляров И по его книге «Гольф и Иннокиндом» Голливуд сейчас ставит фильм полуметражный Так что там ждается грандиозные спецэффекты, так же от Майкла поделился Ждем выхода этого фильма в следующем году По базовому образование Майкл закончил Стэнфорд По базовому образованию он религиовед Он называет себя вечным студентом, конечно Но он изучал и после Стэнфорд он отправился в Индию и там полтора года жил в ашраме Шри-Орабинда И, так сказать, достаточно глубоко изучил индийскую ашрамовую жизнь, индийскую духовную культуру И регулярно, так сказать, ну просто СЛН нужно знать это место Это место там рядом дом... В Америке, да, конечно, в Калифории Там рядом дом Артура Миллера, который был тоже частым гостем в начале как раз СЛНа в 60-е, 70-е годы И это в целом вообще вот то место, которое притягивало авангард американской культуры на протяжении всех этих 50 лет И еще один вопрос для всех, в общем, в косметрной степени книг Книжка, вот первый тираж закончился И everybody is asking about how and where to buy your book Так что второй тираж сейчас уже скоро будет отпечатан Мы сданем с Рипл Классики И книжка будет доступна всем желающим Спасибо за издание этой книги, я очень признательный Что самоеドмливое, мне грустно, если я стою или я сиджу Пробеждаем с Битт? С 각ого времени? Два часа, один час. Что я говорю. Можно задвинуть все, спасибо ДМОБИЛ 강енно. Сколько времени у нас у нас? Два часа, один час насhow много. У нас три темы, которые... Первое, я хочу dividить это в три секции. Давайте называем первое «Натуральное историю». «Натуральное функционирование» — это книга посвящена этой теме. Это понятно? Вторая часть — это связано... ...декады, декады, декады... ...собирания примеров экстраординарного способности. Это связано с Ибрахамом Масловым, Уильямом Джеймсом, Стангровым, профессор Лурия, я бы сказал. Я добавляю в его исследованиях, это связано с собранием пульсового пульсового пульса. Я хочу поговорить об этом. Да, он об этом становится. Okay. And then, secondly, out of... Oh, fantastic. Кто-то лучше, тише. Роксалан, может быть, вы, по-моему, не писать. Я просто плохо пишу. I can write it down. Yeah. Роксалан, you have to write this down. That would be good. Yeah. Okay. Supernormal. Okay. The natural history of supernormal. It's good, no. I didn't believe it. I didn't believe it. You don't believe it. No. Yes, no. And that's a right thing.. In that way? It's normal. No. Okay. Next question... It's normal. It's normal. Okay, now. I didn't know how to do it. It's normal. It's normal. It's normal. I didn't know how to do it. It's normal. Yes, it's normal. Натурная история. Сверху нормально. Its that good? Is this a good translation? Masha? Is this a good translation? Okay, number two, let me just say, evolutionary theory, evolutionary theory. Theory, one theory. Evolutionary theory. Evolutionary theory. широко, в широком смысле, и третья метафизика. Я думаю, что для всех важно здесь понимать, что я имею ввиду под естественной историей и свет нормальным функционированием. Окей, the analogy is first, let's say, to all the physical sciences, but particularly the life sciences, say, like Charles Darwin, going out in the Beagle and collecting specimens of plant and animal life. Может быть, то, что Charles Darwin на корабле Beagle собирал образцы всевозможных видов, которые потом составили основу его истории видов. Окей, or Lael, his great mentor in geology, collecting all the specimens of rocks and stones and geological layers. Окей, all of our science, all of our science, all of our science, has been preceded by the long natural history. Создание всех наук предшествовало как раз это естественная история, период естественной истории. Before Aristotle, before Aristotle, people were collecting examples of mollusks, mollusks, you know, the sea, 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 and many kinds of animal life. So, by the time of Aristotle, two thousand, five hundred years ago, already there was a natural history he could draw on for this classification. И во время Аристотеля, две сотни тысячи лет назад, уже была какая-то естественная история, и он мог на ее основе делать свои классификации. Возьмем пример, астрономия. Возьмем пример, астрономия. Возьмем пример, астрономия. В Вавилонии, мы уже... They could tell the difference between the planets, and the stars, and the comets. Yeah. Окей. But, but, when they started in the ancient world to get a taxonomy, or an understanding, or a scheme, they had some things right, but most things wrong. They had some things right, but most things wrong. I'm just... Any questions you see what I'm saying? It's not right, it's not right. It's not right, it's not right. No, no, no. Before, before Mendeleev tables, до того, как Mendeleev открыл свою таблицу, there was alchemy. Alchemy. Before astronomy, there was astrology. So now, we are studying supernormal human experience. That is, experience that goes beyond the norm. And my position, and many people's position, my colleagues, are that we are in relation to the future taxonomies and understanding the way alchemy was to Mendeleev and the way astrology was to astrology. Is that okay? Is that okay? This is the fundamental epistemological position I want to just establish. And this includes religion, the religions, because in the great religions, Hinduism, Buddhism, all of them, give us a great natural history of human transcendence and supernormality. И если мы возьмем, если мы обратим внимание, но великие религии, то они предоставили нам данные о опыте преодоления, трансценденции. Но, как мы знаем, в религиях находится также, цитирую, много плохих идей и представлений, предрассудований. И очень часто в религиях не понимается природа переживаний, которое в них возникает. Okay, so what this book reflects, and what Esalen Institute does, what Abraham Maslow does, and William James, and many, many, many people, is going back to natural history in this sense of the word, and looking at experience as it is, and getting a new understanding, and not being trapped in the religious frameworks. В этой книге приводится... Я размышляю о... Майкл, если вы... Мой шат-сентенсы, since I'm not a professional interpreter, I can understand when I'm here, but I can't... I am... So... It's in mind... it might be long sentences, so when you finish, you forgot, from the beginning. Okay. It's my problem, but... Okay. Итак, то, что мы пытаемся сделать, скажем, Мазло, Джеймс, эта традиция, натуральная история, это вероятность и взглянуть на эти эксперименты, и не быть встанут в религиозные фреймворки, в которых они часто присутствуют нам. Не будучи пойманным в религиозные ловушки типичные. То есть продолжает дело Мазлоу, Уильяма Джеймса. Да, это правильно? Да. Хорошо. Итак, вы знаете, Владимир, вы знаете наш историю, о том, что собрали 10,000 исследования, вы сломали в архивах, вы можете даже рассказать эту историю. Майкл попросил мне немножко рассказать вот то, что я знаю о том, что в основе этой книжки лег архив с 10,000 данных, и он напомнил мне, что я действительно, когда был его гостем в его доме, я даже спал, мне постелили в комнате в его кабинете, где находился этот архив. И это вот основа научной части этой книги. Например, возьмем спорт. Из сферы писательской, романисты, музыканты, исполнители, композиторы как Моцарт, Пендерецкий, Пендерецкий, я имею в виду, в исследованиях сексуального эротичного эротичного желания, в многих людей, которые развили высокую чувствительность в какой-нибудь области мастерства или творчества, докладной, великие повара, например, шеф-повар, в всех активностях, смотря моменты трансценденции, выхода за пределы ограничений. И для меня все более и более поразительно вот эти моменты, когда люди выходят за пределы и когда они преданы своей деятельности. То, что здесь происходит. Но, в общем-то говоря, самые мощные, и глубокие, и впечатленные испытания выходят из шаманских, йоги, и темпы, и религиозных традиций. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас собрали 10,000 формальных исследований. У нас в архиве 10,000 таких формальных исследований. Несколько сотен каталогов различных собраний так называемых ситх или экстраординарных способностей из суфийской, индийской, шаманской и других традиций. И так, что у нас сейчас есть каталог каталогов, можно сказать. И чем больше мы работаем с большим каталогом, имея дело со всем этим собранием, тем меньшее значение имеют отдельные части. Воскресенье И так далее, и то есть, то есть, то есть, наслаждение Продолжение следует... Продолжение следует... Принципы. Принципы. Продолжение следует... 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 In the environment, even, to some degree, even if, like a plant, it's stationary. Okay, vitality? Витальность. Okay, that means the, let's call it the life force. And, again, I'll return to these things later. In any case, twelve sets of attributes of this class. И, в любом случае, набирается двенадцать вот таких комплексных атрибутов, комплексных признаков. Now, if I did this book again, and if we can extend this work, there will be more than twelve sets of attributes. What is fascinating is that no matter how you divide up our functioning in terms of attributes, you find many, many supernormal expressions of each of these attributes. So that if you look at all of our human attributes at once, if you see them all displayed at once, and you take them into a single purview, a single view, and all its blossoming, its nature is blossoming into a kind of unified supernature. You can see, you can read it that way. То, что вы увидели, можно было бы прочитать, проинтерпретировать следующим образом. Как если бы человеческая природа одновременно по всем направлениям распускалась бы, расцветала как цветок и естественного, естественного сверхъестественного. OK, that's not science. Хорошо, это не наука. But it's metaphysics. Это метафизика. Это метафизика. Or you can say, it's an intuitive aesthetic perception of human race slowly giving birth to its latent supernature. But we can say, that it's intuitive and aesthetic perception of how human race slowly and gradually brings forth to the light of its ancient, hidden, latent supernature, supernature nature. OK, now, at a practical, scientific level even, what do you get from making this move, from having this way of organizing, of establishing this taxonomy? What do you get out of it? What's the cash value, as William James would say? Как сказал бы William James, какая сдача на выходе? Что имеем в качестве практической выгоды от того, что мы применяем подобный взгляд, подобную taxonomию? What do you get from it? Что мы можем получить даже на научном, на прикладном уровне? First, it, for me and for some others now, it gives you what the best comparative studies do in any field. Это даёт следующее для меня и для некоторых других. Потому что вот лучшее, что мы можем получить от сравнительных исследований в любой области, namely, to find universal constants across all cultures. Итак, прежде всего, это даёт нам возможность найти универсальные константы, наблюдаемые по всем культурам among men and women, young and old, and since recorded history. То есть, среди любых выделяемых групп, среди мужчин и женщин, среди молодёжи и стариков, то есть, любое деление за всю наблюдаемую историю. Here, let me give one example. Позвольте вам привести один пример. Vitality. So, warm-blooded animals can move about with more independence from the fluctuations of temperature and the seasons, than reptiles and other cold-blooded animals. То есть, больше независимости, нежели рептилии и остальные хладнокровные. И теоретики, которые стремятся мыслить о эволюции в целом, то есть, когда они говорят о подобной разнице, это показатель эволюции, это показатель тех преимуществ, которые приносит эволюция. Постепенный рост. Постепенный рост. Постепенный рост. Продвижение от одной стадии к другой, поступительно. OK. When you look at the supernormal vitality, and I'm going to make a list now of different cultures. И если мы поглядем на сверхнормальную, супранормальную витальность, и сейчас я приведу некий список, связанный с культурами. OK. In the Hindu-Buddhist traditions, Kundalini. In Tibetan yoga, the Tummo. In the Roman Catholic tradition, the incendium amoris, the fire of love. In Siberian shamanism, the magical heat that some great Russian students of Siberian shamanism, or someone, Mircea Aliad, have named magical heat. The Kalahari Bushmen, you know, in South Africa. Kalahari. It's the boiling noon. Они называют это кипящий нум. All right. Here are these phenomena, described over a course of many thousands of years. In cultures, probably they didn't know it was happening in other cultures. Итак, мы имеем некое исходное описание феномена в самых различных культурах из различных времен, и с высокой вероятностью, что эти культуры ничего не знали друг от друга. То есть, опять-таки, мы не можем отнести феномен только культурной диффузии, это нечто, что спонтанно проявляется в самых различных точках как растущая человеческая способность. Once you see this, you can then go looking for it in other venues. А как только вы воспринимаете этот феномен подобным образом, вы можете затем начинать исследование, поиск этого феномена в других областях. The hypothesis being that this wants to merge among humans and keeps doing so. So I and some of my colleagues have gone out looking for this in unexpected places. то он может проявляться в самых неожиданных местах, и я и некоторые моих коллег отправились на поиски этих случаев. And we find it again, and again, and again. И мы обнаруживали их раз за разом, раз за разом. In other words, the taxonomy gave us a hypothesis that we have confirmed. Could there be any more Russian word for taxonomy? Classification is more. Classification is more. It could be, yes. Classification. But it exists in both terms. Yeah. As such and classification. Yeah. Maybe some of you have some other words. A new framework. You can say the Mendeliev table of elements. So a table in that sense. A table, a taxonomy, a classification, a framework. See, once you had Mendeliev's table, you have all these blank spaces, right? You know, you know your chemistry. And you go out and they find these elements. And they discover them. And that's what we're doing. And I think it's starting to happen. Now, we are slowly inventing a new Mendeliev table of human supernormal capacity. That's the idea. And this can do two big things at least. First, it's going to speed up our discovery of this process. First, it's going to speed up our discovery of this process. And I'd like to say, you and I, every one of us in this room is a lot, lot more than we think we are. Potentially. So, first, we can speed up our discovery. Secondly, I want to argue, we can understand what brings forth these capacities. We can get a deeper and more exact understanding of how this happens. Because the difference between alchemy and chemistry... Alchemy, you know, they were trying to turn lead into gold. They had an extremely primitive intuition about something. But they didn't have it right. So, I want to argue, now this is a radical claim, that even our best... transformative methods are like alchemy in relation to what I think humans are going to come up with in the future. So, this taxonomy, this classification can speed up discovery and ultimately have practical consequences. And in the usual, we can easily speed effective. Hi, I'd like to end the section now, this one, just with a few questions, presented by This is a Awesome... Я имею в виду вопроса. Да, у меня есть вопрос. Следующий вопрос. На сколько... ... 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 Как могло бы такое произойти? Я не знаю, может быть, вы кинуты, но вы никогда не пришли к идее, что если вы все эти секреты вместе, то это может быть опасно. Это может быть опасно для людей, которые были в пау, например. Я отвечаю на вопрос в этой теме. Пока мы не можем купить, да вы не можете купить, это тайная книга. Если бы я взялся сейчас отвечать на этот вопрос, наверное, это заняло бы весь наш сегодняшний вечер, потому что это очень сложный, комплексный вопрос. Но я постараюсь дать короткий ответ. Вы не можете остановить эти открытия в принципе. То есть мы можем вести себя по отношению к этому так, как церковь вела себя по отношению к открытиям Коперника, Галилео и Ньютона. Пытаться остановить. То есть католическая церковь действительно старалась это остановить. Но не смогла. Мы не можем остановить это всемирное, всечеловеческое предприятие, то есть стремление лучше познать самих себя. Мы просто не можем это остановить. То есть у нас как институт, как группа исследователей, мы очень жестко пытались это сбалансировать тем, чтобы вот все, что мы делаем, было бы на благо. Например, мы исследовали те области, которые связаны с улучшением человеческого здоровья. Для хороших семейных отношений. Ради советско-американских отношений. Это была той причиной, по которой я сюда приехал в первый раз в 1971 году. Именно по этой причине Далси была в этой стране уже 65 раз. Это та часть нашей работы, которую мы делаем как хорошие граждане Думыра. Но также убеждены, что Абрахам Маслоу, и Уильям Джеймс, и очень многие другие люди. И в этом смысле это силу нашей веры, что вот это знание, вот это открытие позволяет нам быть более целостными, более гармоничными, более хорошими людьми. Но при этом ответ и да, эти силы, ими можно злоупотребить. Both the Soviet and the American intelligence agencies were studying remote viewing clairvoyance. Например, как советские, так и американские разведывательные службы исследовали способность удалённого восприятия информации и сновидений. A new book is coming out, co-authored by two KGB generals, and the leading American guy in this remote viewing. Together they were writing this book. совместно с ведущим американских специалистов подобного рода проектов, вот они втроём вместе написали такую книжку. We met with all of them ten days ago. We met with all of them ten days ago. We met with all of them ten days ago. And you can describe this in your magazine when their book comes up. Again, you can't stop it. It's coming up. And yes, there are dangers. But the potential, we argue, is far greater than the dangers, but at the very least we have to stay ahead of it. But the potential, we argue, is far greater than the dangers, but at the very least we have to stay ahead of it. There is one way to stop it. Mass lobotomy. You can't stop it. Mass lobotomy, that's the alternative. It's the alternative. It's either this or mass lobotomy. I mean, you can't stop it. It's either the risk, or the total alchemia. My question in its background is to certain extent opposing to the previous question. Okay? The majority of this room are philosophers. And what's your idea? Would you agree with the argument that in order to develop the philosophy of contemporary times, religious studies? Or some specific venues in philosophy, such as philosophy of Buddhism, of Issachaz, Zen-Buddhism, Sufism. So that we are not able to understand the basics of these respected philosophies. and never been as a studying philosopher of this phenomenon .. I've never been as a studying philosopher of this phenomenon, never been as a study of philosophers of this phenomenon nor in the outer space of consciousness, not experiencing ourselves this spiritual practice. В этом смысле данные об общённой работах не только констатация экстраординарных способностей человека, но и необходимые средства для развития современной психологии и философии для развития современной философии и психологии. Прекрасное утверждение. И оно переводит меня к пункту 2. В другом смысле, его слово «сcience» — «морфс», это требует философии. Я бы сказал. Итак, что бы я утверждал? Я бы утверждал то, что существующие темы в науке, формы изучения, которые есть в преподавной науке, они требуют подобной философии. И философия, по крайней мере старая философия, философия Платона, философия Гигеля, философия Канта, она требует способности охватить весь человеческий опыт. Это некое необходимое исходное условие для систематической метафизики. Итак, я хотел бы ответить на твой вопрос, Виктор, используя 15 минут и риск бурить вас. Это следующим образом, занять следующие 15 минут таким риском навлечь ступу на кого-то из вас. Итак, я иду на этот риск, чтобы начать случать. И есть множество способов, которыми можно отреагировать на твою посылку, на твой вопрос. Ну, я хотел бы создать такую схему Вселенной. Вот некую диаграмму, схему этого приключения, которое длиною в 14 миллиардов лет. Видите, только есть определенные группы, которые я чувствую себя в своей тарелке, чтобы это сделать. Но Володя Майков сказал, что с вами можно. Хорошо. Итак, я попытаюсь сделать это. Хорошо. Видите, это здесь, это большая точка. Это большая точка, где в мире появился. 13-14 миллиардов лет назад. Хорошо. Хорошо. Из этого размера от протона до булавочной головки. Хорошо. Из этой точки размером от протона до булавочной головки родилось все, все эти миллиарды галактик. OK, these, every line, I want to draw a series of lines. Every line represents an evolutionary sequence. And we're stretching the idea of evolution across the inorganic world. OK. The world of the animal world. Can you see this here? No, this is. This is the line of the animal world. OK. OK. The world of human, of human. Here. Excuse me. Put it right. Some of you already know where I'm going. This is the world of human development. These are lines of evolutionary unfoldment. And any line that is headed up means it's developing or in some sense progressing. And if it's turning down, it means it's regress. So let's say in the life of a galaxy, these are the lines of evolution of galaxies. Okay. As far as we can tell, galaxies like stars will evolve and then they explode, stars do, and you know, become supernovae and they're over with, they're gone. And when a star dies, it gives birth to new elements, the first stars. And those of you who know astronomy know it takes two supernovae, at last I read, to give us the elements that we have on Earth. So in other words, it's as if the universe is cooking up, baking planets that can support life as we know it. Okay. So this line is the Milky Way. You know, this is our galaxy. This line is the Milky Way. This line is the Milky Way. And it gave birth to our solar system and this Earth here. Okay. And on this Earth, this Earth, this planet, these living forms emerge into this domain, this evolutionary domain. Now, we don't know, but maybe over here somewhere in other galaxies, so we put a question mark here. We don't know. We don't know. We don't know. We don't know. You know, Carl Sagan, Search for extraterrestrial intelligence, they're looking. So far they haven't found any. So it's questionable. Now, what is really important here? I'm thinking of your question. What's really important here? And this is the way evolutionary theorists, many of them wanted to say, evolution itself evolved, evolution evolved when life arose out of inorganic matter. То есть, как обычно говорят теоретики эволюции. То есть, эволюция, буквально так, возникла и начала эволюционировать в тот момент, когда произошло самозарождение органической жизни из неорганической материи. А вот здесь у нас новая игра по новым правилам. То, что начинает развиваться вот сейчас, вот из этой точки, вот в следующей эволюционной цепочке. Начиная от одноклеточного организма до, скажем так, наших человекообразных предков, вот все движущей силой этой эволюции является мутацией, разнообразие существующих видов, естественный отбор. Все то, что собрал вместе Чарльз Дарвин и Мендель и множество других биологов, вот они все нам это подарили. Но, вот примерно 4-5 миллионов лет тому назад, один из этих приматов, с мозгом примерно таким же по размеру, как у собаки, встал, выстрел. И начал формировать некие охотничьи сообщества, и вот так запустил цепочку наших предков. И породил хомо эректуса, человека выпрямленного с большим мозгом, и наконец появился хомо сапиенс. Хорошо. И хомо сапиенс, примерно 150 тысяч лет назад, но эта отметка меняется. Первый раз развел огонь. И начал собираться, люди начали собираться у общего костра. И садиться лицом к лицам друг другу. Люди начали петь песни. Начали проводить какие-то таинственные обряды в дальних углах пещеры. И начали разговаривать. Пока еще нам до сих пор неизвестно, умели ли обладали навыком разумной речи неандертальцев. При том, что мозг у них был больше, чем у нас. И они были гораздо сильнее физически. Если неандертальцам удалось поймать кого-то из наших непосредственных предков, все, это уже был не наш предок, если он каким-то образом не нравился неандертальцам. Но мы бегали быстрее, чем неандертальцы. И наша рука позволяла более медко кидать. Камни и копья анатомически неандертальцы не могли этого делать. И у нас была возможность умения говорить друг другу. И мы отправлялись в эти темные пещеры, и среди нас возникали шаманы. И очень возможности развивались интенсии, где были бухгалов, и интенсии группы. И эта сознание уничтожила. Уничтожила. Уничтожила очень быстро, начиная примерно 75 тысяч лет назад. И есть очень большая вероятность того, что именно благодаря шаманам начала развиваться интуиция, умение предвидения и предсказания того, например, где находится стадо бизонов и другие охотничьи навыки. И это вызвало вот такой взрыв, взрывное развитие сознания, осознанности где-то начиная с 75 тысяч лет назад. И мы можем сказать, что как минимум 30 тысяч лет назад, по крайней мере на это указывают находки в пещерах Ласко в французских Пиренеях, Человеческая цивилизация выпрыгнула, скакнула на новый уровень развития, на новый уровень эволюции. Но чтобы сказать это просто очень-очень-очень коротко. Примерно 5-7 тысяч лет назад, В момент появления городских цивилизаций, и с появлением новых навыков, в том числе и новых навыков родовспоможения, началась новая эволюция. И в этом момент... ...с этого момента прекратилось, как побуждающий фактор, как движущий элемент эволюции, перестал существовать для нас момент естественного отбора. То есть, с этого момента естественный отбор перестал быть движущим фактом человеческой эволюции. As soon as humans develop the kind of comfort you get in more advance, whether it was in Egypt or Babylon, but certainly Greece, then the families that can have fewer children, rather than less children. И теперь с того момента, когда был достигнут некий уровень комфорта, в котором могла обитать семья, вот некое семейное сообщество людей. Был это в Египте, в Древней Малелонии и наверняка в Древней Греции. То есть, с этого момента семья могла позволить себе иметь больше детей и терять меньше. Если коротко говоря, если здесь у нас была эволюция, строящаяся во многом на естественном отборе, именно в царской органической материи, это было нечто принципиально новое по сравнению с материческими материями. или неорганической, it starts to disappear in evolutionary sequences in this world of human culture. Этот фактор эволюции начал исчезать здесь, на этом этапе существования человечества, на уровне появления культуры. И теперь возвращаясь к вопросу Виктора. Что мы получаем, что привносит в нашу философию как в способ, ну в конечном счете, увидеть все вещи вместе? Если эти векторы эволюции человеческих способностей, которые я пытался картографировать в этой книге, например, наша способность воспринимать внешний мир, наша способность понимать самих себя, а это один из универсальных вселенских атрибутов бытия человеком, а именно способность любить и создавать межничественные связи. Если вы сумеете прочесть это, увидеть это как нечто развивавшееся с самого начала, хотя средства, цели и средства, создававшие это развитие, сменялись и исчезали... Мы можем здесь говорить о телосе, в том смысле, в котором термин применял Аристотель и Гигель. То есть есть некий телес, то есть некое предназначение развития, которое мощнее и более непрекодящее, чем остальные факторы. Вы видите этот движок, то есть нечто сверхнепрекодящее. Это одно направление, по которому мы можем дальше вести разговор. Есть и второе. И это вопрос, который приходит к нам от взглядов Аристотеля, Платона, Гигеля и Канта. От Уильяма Джеймса. От Уильяма Джеймса. От Амперта Бергсона. А именно. Как мы можем, как мы коррелируем с этим драйвом, с нашим восприятием Бога Божественного? Буддабай. С умом Будды. С Никим Единым. Вопрос становится сложным, и здесь я хочу утверждать следующее. Каждый раз, когда есть импульс, есть импульс, потому что вы двигаете очень быстро. Если он двигается вперед, то в ответ на это всегда нисходит благодать. Он называется звездой Давида в иудаизме. Мой учитель Шри Авробинда использует этот символ. И вы можете обнародить его в масонских храмах, в Египте. И в общем и целом, вот что это символизирует. Вот этот треугольник, это человеческое устремление, которое дверется вверх. А это божественный или вместо божественного вы можете поставить любое другое слово, соответствующее вашим взглядам, ответ на это устремление. Итак, это то, что мы можем наблюдать, можем прочесть в любом феномене человеческой жизни. Допустим, возьмем спортсмена-атлета. Мой друг играет в команду Сент-Луиса в американский футбол. Вот он боковой подающий там. Вот, знаете, здоровенные парни с наплеченками. И у них очень жесткие тренировки. Они приносят в жертву свои тела. Ну, понимаете, вот эти люди книжки по философии не читают. То есть они не живут такой... То есть это люди, чья жизнь не посвящена молитвенному служению. Ну, то есть некоторые из них молятся, но так в самых общих термах. И вот этот человек, о котором я рассказывал, мой друг, вот до тех пор, пока с ним не произошел определенный случай, это был такой вот типичный такой спортсмен. И один день, в разгар нокаут от страстей игры, он принес себя в жертву, принес жертву свое тело вот на этот фронтальный удар, вот когда они сталкивались. Он не был, не потому что он потерял сознание. Он сошел с поля за линию, пришел присесть. И внезапно все игроки на поле стали для него выглядеть вот ровно вот так, как изображено на поле. При этом он никогда ни о чем подобном не слышал и не читал, но он внезапно увидел ауру всех игроков на поле. И при этом он был наполнен великим ощущением экстаза. Несколько игр после этого он мог предсказать, он мог заранее сказать, что собирается сделать та команда, с которой они играют. И к этому моменту я уже слышал тысячу подобных историй. Результат вот этого ответа, приходящего на это восходящее устремление, приходящий, это происходит с людьми из самых различных областей человеческой жизни. И это вот это устремление к чему-то большему, это большее может принимать любую форму, чтобы было больше жизни, чтобы жизнь стала бы чуть лучше. И использование вот всего этого массива Данина побудило меня к тому, чтобы принять, адаптировать для себя некой философский взгляд на всю картину в целом. То есть технически говоря, я могу назвать себя пантеистом, то есть я считаю, что божественное все присутственное и нет никакого восходящего трансцендентного порядка. Но вы можете ли быть атеистом, который говорит о том, что, а вот Бог, этот мир сотворен Богом, но Бог, он лишь вот там. Но не здесь. Этот мир, этот мир, этот мир, это падший мир. И с точки зрения римской католической церкви, равно как и с точки зрения епископальной церкви, в чьей вере был воспитан я, этот мир пал дважды. Первым падением был момент, связанный с творением человеков. Это изначальное грекопадение Адама и Невой. И что единственный шанс для нас, это выбраться из этого падшего мира, это только исключительно для этого падшего мира. Можно оставить этот мир позади. То есть спасение и божественное находится, оно трансцендентно, оно за пределами этого мира. И возможно, например, праведная жизнь и молитва позволят нам посмертно возродиться в божественном мире. Или же если мы возьмем индийскую веданту, это says, this world is maya. A-Y-A, maya. Этот мир maya, иллюзия. И с тем, чтобы достичь нирваны, this is in Buddhism and Vedanta both, you enter nirvana and this world evaporates. То есть, когда вы ходите в нирвану, этот мир исчезает, он испаряется. This world is simply a launching pad, like a rocket, and we go to this higher realm. То есть, этот мир, с точки зрения Vedanta, это стартовый комплекс, как для ракеты. То есть, мы с него запускаемся в божественное. Now, I want to say, and many others, that when you look at the common life, shot through with transcendent experience, like this football player. Я хочу сказать, и также могут об этом сказать многие другие люди, если мы видим этот почти сторонний повседневный мир, весь пронизанный трансцендентным опытом, трансцендентным переживанием, так как его увидел вот этот игрок в американских углов. So, it's not just panentheistic, or it's not just theistic, it's panentheistic. This is the term in, you know, in theology, Paul Tillich, panentheistic. То есть, этот мир, в конечном счете, тогда не является не теистичным, не пантеистичным. Он панентеистичный. And if today, if today, you're a panentheist, you're necessarily an evolutionary panentheist, necessarily, because the world is evolving. And I propose that most of the great systematic philosophers since 1800, who, when the idea of evolution was emerging on Earth... И я предполагаю, что большинство, сколько-либо системно мысливших философов, начиная с рубежа 19-20... То есть, с 1800 года, когда впервые возникла идея эволюции... Фикта Шелли Гегель... Бергсон... Тейар де Шардан... Шри Арбиндо... Шри Арбиндо... Whitehead... Etc. Кен Уилбер... Все эти люди могут быть названы такими эволюционистами-панентеистами. И это та самая парадигма, которая медленно, но верно захватывает воображение мыслящего мира. И я написал роман, который называется Конец обычной истории. И я использовал там одну цитату из Фридрих Энгельса... И я в этой книге предполагаю, что даже Маркс и Энгельс каким-то примитивным образом, они хотя бы частично ухватили, вот отчасти ухватили эту идею панентеизма, но у них просто была неправильная йога. И я позволю себе утверждать, что и Достоевский, и Соловьев... Тоже были не чужды этой идеи, и именно поэтому Достоевский в одном из писем друзьям заметил... Я и мой молодой друг Соловьев... Нас уже не столько заботят о спасении наших душ... Но воскрешение тела. И люди с тех пор задаются вопросом, что они переведут. Если вы пересчитаете Соловьева, вы найдете некоторый ответ на этот вопрос. Кто верил в возникновение, в возрождение Божественного человека Божественного? Я бы сказал, что тогда это была идея, время которой еще не пришло, и время этой идеи пришло сейчас. Это был мой ответ на твой вопрос, Виктор, и это все из-за тебя. Вот эта долгая речь, это потому что ты так спросил. Спасибо. Спасибо. Теперь давайте поговорим об этом. Это все, что я хочу сказать. Я сейчас отвечу на вопросы. Это где-то научная морфить в философию. Опять-таки, это все, что я хотел сказать по этому моменту. Это был момент преобразования науки как естественного исследования философии. И ты хороший интерпретарь. И он великий переводчик. Мой вопрос. В лице нашего замечательного гостя, я вижу, уже ничего нету, а вы что понимаете? В дальнейшем Ремакабол Десни Погона, я perceиваю, не только обычным человеком, но и еще не Богом, но и еще не Деванным. Поэтому я вам постакую. Как какие конкретные Божественные качества нашему гостю удалось в себе воспитать? Какие какие-то Деванные качества, Деванные качества, которые вы, до сих пор, уже не сможете культивировать в себе? Вот теперь я, конечно, в большей неприятности. Я не в засаде, потому что я работаю над этим, потому что стройка ведется. Вот сейчас, ровно в этот миг, я работаю над таким аспектом Божественного, как смирение. Это действительно такая хрупкая тема, и я сейчас хотел бы ответить на другой вопрос. Но... Это для других, чтобы сказать, если я понимаю его правильно, то что я обнаружил. Правильно? Что вы развиваете в себе? Ну... Создав некое практикующее сообщество. Мы называли это то, что у него практикуется интегральной трансформирующей практикой. Мы называем тело, ум, сердце, душа. Там есть физические упражнения. Упражнения на межлических отношениях. Это путь сердца. Медитация. Интеллектуальные упражнения. Интеллектуальные упражнения. И я полагаю, что есть порядка пятнадцати групп сейчас в Соединенных Штатах. Это отличается от эссалена. В этом смысле эссален мы называем детским садом. То есть для людей подобных нам, то есть для людей, не живущих в монастырях или ашрамах. Мы написали книгу о нашем эксперименте. Майкофф, он уже переведен. Он хочет ее здесь издать. То есть книга переведена, и Владимир хочет ее здесь издать. И мы сейчас обрабатываем, мы исследуем собранные результаты. И наши данные обрабатывались Стэнфордским факультетом медицины. Институтом ноэтических исследований. То есть смысл моего ответа, что мы стремимся создать операционную систему, мы стремимся создать действенный, практически применяемый ответ к возникшим идеям. То есть это строите видео. Вы первые. Продолжение следует... 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 их survive. The third thing about ethics that we need to make to change, take new ethics, right? OK, first you know pan-entheism, here's a ... P-A-N-Pan. Я имею в виду панг, из-за гриб. Я имею в виду, это в Германии и Франции. Панг, панг. Панг, пеизм. Это теологический богословский термин. Но, можно сказать, что панантеистом являлся Бергсон и Триардо Шарде. И есть противоположность тем людям, которые мы можем назвать теистами. Большинство христианских богословий строится на теистическом подходе. И есть еще пантеисты. Разница заключается в том, что теисты утверждают, что божественное есть исключительно за пределами. Его нет в этом мире. С точки зрения пантеиста, вот без этой числицы Н, трансцендентного не существует, поскольку божество божественно воспринимается вот здесь и сейчас. Панэнтеист утверждает, что божественное присутствует, но есть и нечто большее за пределами повседневного мира. А может быть, я скажу, что это панантеист, это деист. А может быть, я скажу, что это панантеист, это деист. О, хорошо. Не, не, деизм, как Томас Джефферсон. Томас Джефферсон. Томас Джефферсон. Benjamin Franklin. Они все называли себя деистами. Да. Деизм, позиция деизма более скромна. Они прежде всего не были мистиками. Они были люди, пошедшие от французской культуры. Томас Джефферсон. Он прошелся с ложницами по Новому Завету, он вырезал все чудеса. Все чудеса. И все большие философские идеи. Все большие философские идеи. И только этики. И оставил этики. И оставил только этическую составляющую. Возлюбив ближнего самого себя. Это одного рода. Может быть, это только часть этого. Но если вот Томас Джефферсон был бы жив в наши дни. Он бы, скорее всего, пришел бы к этой идее. Равно как и Карл Маркс. Мы бы оба пригласили бы с собой. Но, разумеется, не все идеи вот писали об этом. Мы живем эпоху перемен. Это общее место, так сказать, многих рассуждений. Одни из главных перемен, которые очевидны для всех, это климатические переменения. И сейчас мы живем в время изменений. Это звучит как правило. Но, все равно, одна из самых очевидных изменений это изменения климата. Жизнь выпускает коридор в температурах. Средняя температура Земли плюс 20. Это считается оптимальной для существования экологических порт в жизни. Так, температура для живых метров довольно низкая. Сейчас мы имеем миллион температура 20 градусов, это оптимально для существования и сейчас говорят о двух возможнох направлениях эволюции дня с первой. Или глобальном потеплении, или глобальном потеплении, или глобальном потеплении, или после завтра. Сейчас там там есть слово об пособлике появления. Что это глобальное масло или глобальное покровение. быстрых, вернее, надлительные адаптационные приспособления человечества-организма сейчас многие учения говорят, что нет времени. И, с точки зрения многих сайтов, нет времени для быстрого адаптации человеческого организма. Процессами регулировки внутренней температуры в Тайбиде нужно выживать в изменившихся условиях. Вот, проводились ли высоления ваших групп, какие данные общения, вы неким практикам прошлых традиций, или же проводилась ли разработка неких систем, которые позволяли использовать новые возможности человеческого организма и выживания. Здесь нужно добавить энергетические практики, поскольку биоэнергетические практики. Я спрятал, значит, по мнению многих ученых, выживания энергетические, будет усиливаться энергообмен с космосом. То есть, прецедентное повышение солнечной активности. То есть, солнечная активность будет расти. Что можно сказать? Что можно сказать? Ну, первое, мы проводим 500 программы в год для общества. Открытых программ обучающих и за тысячи людей, которые теперь учат других людей, были выпускниками этих программ за последние 48 лет. И очень много работ было как раз связано с биоэнергетикой, с кундалини. Но у нас не было какого-либо серьезного долгосрочного взгляда попытки форматировать нашу работу с точки зрения надвигающегося летникового периода или другого изменения периода. Но мы имеем большой акцент на экологии и на создании стабильно поддерживающих систем. Это одна из наших больших приверженостей. Это наши обязательства. И мы работаем, в соответствии с тем, что Марселлана привела сюда, что мы работаем на быть хорошими гражданами, в том, что мы строим отношения между Советским Союзом и Америкой, в том, что мы создаем стабильную окружающую среду. То есть, если в городке отвечать, то у нас пока еще не было ни одной программы, в которой люди будут тренироваться в подъемной кундалини, именно чтобы пережить Средниковый период. Итак, все это все.. Сейчас, одну секундочку.. Далсон напомнил, что буквально через пять минут они с Майклом должны.. Поэтому, сколько у нас еще вопросов здесь? как много вопросов что вы можете если вы можете дать вам больше основной ответственность давайте три или четыре вопроса основной три четыре вопроса пожалуйста спасибо а также переводчик который, по-моему, очень блестяще все это переводило, который даже не сделан, а сколько нам есть все те смыслы, какие он хотел бы здесь сделать. Как соотносится ваша работа с так называемым трансгумунистическим движением, как Блокер говорит, будет своей? Я трансгумунистичный. В каких? Сейчас я знаю в Соединенных Штатах, которые разворачиваются программы. Human enhancement technology, усиление человека в плане НБИ-комиссиативы, как ваши работы, каким образом вы их кормили, соотносите? Вообще, ваша оценка в этой связи? Трансперсона лечебные. Папсикология, да, мы работаем. Трансперсона лечебная. Папсикология. Трансперсона лечебная. Димитри, что называется? Тракционология. Нет, нет. Я не знаю, что я не знаком с тем, что с тем, что с тем, что с тем, что я не знаком. Так, кто еще? Пожалуйста, выключите. Я хотел бы немножко пафос поднить, хотел вас спросить. Как известно, существует теория в эволюции, тупиковых и твей. Не кажется вам, что хомосапиенс — это одна из тупиковых и тупиковых и тупиковых и тупиковых? И как с этой точки зрения вы расцениваете все свое действие? О, блэндах? Да. ИграЯ. Так что с мы легско — это тупик, которые называютありがとうございます. Такие площадки addressgram d공ru dari этим guilty блоками. Ну, мы можем быть и так. Мы можем быть. Но я полагаю, что нет каких-либо доказательств, что результаты обречены на успех, что они предотвинированы. Метафизически, я бы сказал, что я являюсь пан-энтеистом, но этически, я экзистенциалист. Другими словами, только нам решилось. И я возвращаюсь к вопросу Виктора о философии. С философской точки зрения, по меня это выглядит, как если свобода и творчество встроены в эту Вселенную на каком-то очень фундаментальном уровне. Но в то же самое время, с свободой и креативностью. И это было построено от момента большого взрыва. Это то, что мы можем найти во взглядах и Шри Аврабинда, и Гекеля, и Уайтхеда. То есть, при всей свободе творчества есть вот эта тоска по Божественному Дому. Мы хотим вернуться домой. Мы хотим вернуться домой. Но это может быть... ...Сигуляризм. Да... Это, как я верю. Девять... На... Чистос, здесь тоска вижу. Ее философиян говорит. Девять... ... библиот Route... ... библиот немножко... То есть... Мы можем сказать, что божественное, оно бросается в существование, оно жертвует самому в существовании, по Файдегеру. Это не научно. Это философия. Это философия. Это экстатическая философия. И это сказано, что это, это, это Шеребенда. Это Дивайна, это имплицитно, здесь, в Божественное имплицитно, вот там, в точке Большого Взрыва. И, you know, Шеринг, who was Ingalls, great companion. Шеринг said, this is the divine, the Deus implicitus, the divine implicitus. Latin, the Deus implicitus. In the course of time, becoming the Deus explicitus. Or may he explicit what was implicit. This is why I love Sorobio. Why I love Dostoyevsky. That was their philosophy. This is how Иван Карамазов, answered his own question. We can go into this, you know. When he said to Alyosha, I hope you will die for a world, in which there is one innocent child suffering, like that child who is eaten by the dogs of the bad bear, you know. I hope you are dying for a world in which there is one innocent child suffering, like that child who is eaten by the dogs in the bed that they're out there, you know, in R diminishing. И во сне он проспал миллиард лет, и отказался от стремления Богу, и затем он проспал миллиард лет, и потом была та секунда, в которой он понял. Я думаю, что, по крайней мере, среди написанного времени нет лучшего ответа на вопрос о существовании зла, чем Иван Карамазов и Достоевского. В other words, if you doubt, I can't make any argument to you. You're going to have to climb up to heaven and find out for yourself. Вам придется вскарабраться на небеса и найти свой собственный мир. Давайте на этом закончим, может быть. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы не можем тебя задерживать, потому что мы остаемся на очень важной встрече сейчас в зале. Спасибо. 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 Оксан, это твоя книга? Да. Я говорю, что ты сделал. Ты сделал. Да, ты сделал. Я сделал это лучше. Спасибо. У нас была одна女а, одна девушка, Александр Махахна. Его многие тоже strayed. Вот сейчас я хочу... Вы demands? Мы не будем. Верни Bryce. Субтитры сделал DimaTorzok Вырвашены. Двое. Я, конечно. Дима Канчхят. Дима Канч-кани. Маганало Жукову Ютью. Дима Махаха. Я, конечно. Он гонял. Я не знаю, что он обрабатывал. Вырвашен. Продолжение следует...